Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф И сегодня мы разберем с вами тему заработка для коллекционеров. И не только. Если вы любите посещать аукционы, если вы интересуетесь антикварными предметами, то эта тема будет вам интересна. Смотрите, есть объекты, это могут быть любые коллекционные объекты. Возьмем для примера игрушки, чтобы было понятней. Игрушка начала 20 века, может стоить 100-200 тысяч рублей. Игрушка начала 18 века может стоить до миллиона рублей. Действительно, это редкие предметы. Как ни странно, до нас дошли монеты Римской империи в хорошем сохране, которым тысячи лет. Но до нас дошло очень мало некоторых бытовых предметов, таких как игрушки, потому что их передают из рук в руки, они ломаются, они теряются. И на аукционах, на ebay, на мешке, на российских аукционах иногда можно найти действительно эксклюзивные предметы. В чем суть и тема заработка? Дело в том, что сейчас можно создать любой форм-фактор. Сейчас можно по образцу кольца английской королевы начала 16 века сделать полную реплику, потратив сравнительно немного денег на такой проект. Так вот, но для коллекционеров, которые собирают, например, набор каких-то предметов однотипных для них, очень важно обладать полным набором. И поэтому часто в своей коллекции они докупают реплики. Давайте разберем пример, как создать реплику какого-то дорогого товара. Идем на интернет-аукцион. Итак, мы находимся на аукционе «Мешок». Вот вы видите на экране. И я выбрал относительно более дорогие лоты. Например, вот такой вот «Мишка» 90 тысяч рублей. Кораблик, моделька кораблика стоит 99 тысяч рублей. 99 тысяч рублей. Дальше «Елочная игрушка» 100 тысяч рублей. Мы видим, что достаточно примитивное изделие. То есть, справится любой 3D-принтер, справится ЧПУ-станок, который может и вырезать, и выпилить. И сейчас можно сделать изделие даже из дерева. Вот такой вот «Бычок» или «Священная корова». Ну, классная корова, я честно скажу. 260 тысяч рублей. 260 тысяч рублей. 300 тысяч – «Блиц» цена. «Блиц» цена. Ну, не надо думать, что владельцы подобных лотов, люди неадекватные. На самом деле, такие лоты регулярно покупают. Черный «Буратино», кукла. Кукла за 181 тысячу рублей. Дальше. Машина-каталка. Паровозик. 1200 долларов. Ну, те изделия, которые в металле, нас не очень интересуют, потому что повторить их можно, только имея какую-то мастерскую. Нас интересуют изделия, которые можно напечатать или отлить. Вот, например, набор фигурок – это народности. Ну, народности, я так понимаю, бывшего союза, начала 20 века. 150 тысяч рублей стоит вот такой вот наборчик. Дальше. Ну, вот это уже мягкие игрушки, нам неинтересно. То есть, их нельзя напечатать. Так вот, друзья. Допустим, мы выбираем какой-то лот. Ну, допустим, вот такой вот лот. И мы хотим сделать реплику. Понятно, что у лота нет авторских прав. Уже истекло очень-очень много времени. Столетие прошло. Никто авторские права на дизайн этого лота не предъявит. Однако, в современных реалиях подобные фигурки можно продавать очень-очень дорого. Да, они будут не деревянные, но они будут хорошо расписаны. И выглядеть они могут быть, может быть, даже лучше. Теперь. Как нам изготовить какое-то изделие? Допустим, какую-то игрушку. Смотрите. Для того, чтобы получить 3D-модель, например, распечатать фигурки игрушек. А вот на ebay я видел игрушки, которые стоят и 400, и 500 тысяч рублей. Игрушки 18 века. То есть, это определенная тема. Есть коллекционеры, которые готовы эти деньги платить. И за реплику они могут заплатить тоже приличную сумму. Не 150 тысяч рублей. Сумма может быть 10 тысяч рублей. То есть, они готовы изготовить, например, для своего набора недостающую фигурку. На самом деле, вот я здесь вижу, вам не видно, а мне видно, 10 народностей. Но, возможно, оригинальных фигурок было больше. Например, 12-15. И в каких-то наборах они есть. Что нужно, чтобы создать 3D-модель и распечатать такую фигурку. Нужно попросить у продавца лота фотографию. Ну, вы можете сказать, что мне нужна фотография сбоку, прямо, снизу. Часто такую фотографию предоставляют без какого-либо, без каких-то проблем, без обсуждений. То есть, вам могут предоставить, как потенциальному покупателю, дополнительные фотографии фигурки. Этих фотографий будет достаточно, чтобы их изготовить. В общем-то, с низкой детализацией тут уже все есть. То есть, есть и фигурки спереди, и фигурки сверху, сбоку. Ну, в общем-то, с любой стороны. То есть, из этих фотографий уже можно создать 3D-модель. Теперь идем на специальный сайт. Сайт называется Kiri Engine. И этот сайт имеет специальные опции. То есть, здесь можно скачать специальное приложение для iOS или для Android. Вот смотрите, тут есть очень много фигурок аниме. Почему фигурки аниме, Газилла и так далее? Дело в том, что... Ну, это примеры. Человек может найти какую-то коллекционную редкую фигурку, которая была выпущена ограниченной серией, и сделать несколько фотографий, получив полноценную 3D-модель. То есть, несколько фотографий на вашем смартфоне создадут полноценную 3D-модель фигурки. Остается отправить ее в слайсер и на печать. Все, вы владелец какого-то редкого экземпляра, который может стоить не одну тысячу рублей. Вот такая вот интересная, друзья, тема. Создавать реплики фигурок, редких авторских произведений, реплики антикварных фигурок. Приложение малоизвестное. Чтобы найти его, нужно в Android вбить Kiri Engine. Kiri Engine от компании Kiri Innovation Tools. Итак, вот такая вот программка. Тут есть отзывы. Ну, все на английском. Разобраться не составит большого труда. Вот пример. Производится фотография автомобиля. Серия фотографий. Кстати, самое интересное. Можно делать не только 3D-модели, например, каких-то игрушечных объектов. Можно делать 3D-модели любых объектов реального мира и выкладывать их на сайтах, которые занимаются продажей 3D-моделей. 3D-модели активно покупают разработчики игры. То есть, вот такой вот реальный пожарный гидрант, он может использоваться в какой-то компьютерной игре, которую вы скачаете через несколько лет. Могут покупать фанатики определенных фильмов, сериалов. То есть, эти модели пользуются спросом. И можно создать свою собственную вселенную из 3D-объектов, которые будут приносить вам доход. Вот, с помощью вот такого вот простого предложения Kiri Engine. Самое интересное, друзья, что 100 лет назад никто не мог предполагать, что дешевые фигурки, которые, может быть, делал какой-нибудь крестьянин, чтобы заработать совсем небольшую сумму на выпивку, на еду, что эти фигурки будут стоить 150 тысяч рублей. Не мог он предположить. Однако, это факт. И в них заложена идея, в них заложен дизайн. И дизайн как раз и представляет эту самую стоимость. Копируя дизайн, по сути дела, вы копируете чужие наработки, чужую собственность, которая может никому не принадлежать, но за которую готовы платить хорошие деньги. А я желаю вам, друзья, хороших идей и отличного заработка. До встречи в наших новых видеообзорах. В одном из них вы обязательно найдете идею своей мечты, которая поможет вам хорошо заработать.